как помочь сыновьям найти достойную высокооплачиваемую работу нужно произнести он дуалет дуалет зудди сох а тогда они найдут работу и выполнить практику из первой ступени скажите пожалуйста мантру для девятки на вебинаре ома касая хумбхат можно вот такую мантру читать дальше дело в том что когда женщина переживает по поводу того что у нее нет мужчины допустим то она нарушает некий закон такой который выглядит условно следующим образом смотрите все в вашей семье голодные а я отец то есть по-другому я бог который должен всех накормить и скажите ваши дети перед вами они все одинаковы согласны но я буду отвечать вместо всех нас да согласно они перед лицом отца все одинаковы тогда скажите самые наглые это кто это самые думающие правильно то есть наглый перед богом это не тот кто делает физические действия а тот кто чувствует больше чем все остальные то есть нагло это тот кто хочет больше чем все остальные думает больше чем все остальные а скажите если наглый лезет впереди то отец имеет право наказать такого ребенка имеет право как наказывает ставит его в самом конце очереди для чего чтобы воспитать у него и забрать у него то что называется наглость именно поэтому женщина которая переживает когда же выйду замуж скоро вот этот лёша может нужен может игорь начну с этим встречаться нет вот только когда же у меня будет что же мне делать может семинары пройти это вы лезете без очереди в этот момент вы больше всех лезете без очереди это самое страшное что вы можете делать в этот момент вы должны научиться осознать безразличия и в этом безразличии начинает жить это приведет вас к успеху то есть в этот момент когда больше всего нужно не нужно об этом думать совершенно таким образом случае если вы будете думать я могу сказать что те кто те мужчины которые не думают о женщинах у них больше всего шансов начать жить женщиной те женщины которые не думают о мужчине у них больше всего шансов начать жить с мужчинами те кто заинтересованы за интригованы обеспокоены это люди фактически лезущие без очереди хотя все точно также хотят есть но это такое обвинение со стороны эзотерийского учителя я надеюсь я никого этим не обидел